Лучшая приправа к пище это голод. Привет, я Даша. Традиционно рассказываю прочитанную за месяц. Это был ноябрь 2014, если кто забыл. Я прочитала еще одну книгу, посвященную шахматам. Это книга начинающего шахматиста. Такое издание. Авторы у него Никитин и Фрадкин. Почитав ее, я осталась при своем мнении, что самая идеальная книга для самообучия это «Путешествие шахматного королевства» Авербаха и Бейлина. Ее я уже показывала, по-моему, в видео «Шахматная библиотека моего отца». Да. Ну и у этой книги есть свои достоинства. У нее есть такое преимущество, что рассказывается об истории шахмат. Вот это очень интересно и увлекательное писание. Я прочитала также две книги Джоулин Роулинг. Это «Гарри Поттер. Тайная комната». И, как можно догадаться, «Гарри Поттер и русский камень». Что-то мне захотелось прочитать. Все тома. И, ну, полагаю, что-либо здесь говорить излишне, потому что даже те люди, которые не читали и не смотрели экранизацию, они существуют. Даже не в курсе, что это, с чем это едят. И поэтому не буду особо касаться этой темы. Единственное, замечу, что, к великому моему счастью, книги читаются у мною как будто в первый раз. И я безумно этому рада. Потому что при предыдущих перечитываниях у меня такого ощущения никогда не было. Только когда я, правда, читала сам первый раз. Вот так вот. Так что я безумно счастлива по этому поводу. И еще я весь месяц, фактически, за исключением шахматной книги и книг о мальчике, который выжил, я читала одного писателя. Это Лев Григорьевич Жданов. Почитала я у него такие книги, как «Венчанная затворница». Именно в той последовательности, в которой я озвучила, именно в этой последовательности я читала. «Венчанная затворница», «Наследие Грозного», «В одни смуты», «Грозное время», «Третий рим» и «Порча». Сейчас я не буду касаться ни этих книг, ни данного автора, потому что, когда я познакомлюсь с ним полностью, прочитаю у него все книги, коих, к счастью, великое множество, я сделаю отдельное видео, посвященное именно данному писателю и его книгам, совместно с мамой. А на этом все. Прекрасного настроения и до скорых книг! Прекрасного настроения и до скорых книг! Продолжение следует...